Я придерживаюсь той мысли, что Дворник достаточно опытный человек, прошел хорошую школу, не только областного уровня, что очень важно для любого, кто идет работать в правительстве, но вы прошли хорошую школу сельского хозяйства. И шишки набивали там, и падали, и поднимались, все у вас было, а это неоценимый опыт, который пригодится на работе вице-премьером правительства. Поэтому я еще раз подтверждаю свое намерение назначить вас вице-премьером нашего правительства, который будет курировать сельское хозяйство, природные ресурсы, охрану окружающей среды, лес тоже у вас. То есть то, с чем вы постоянно сталкивались в своей работе. Ну и я не стану скрывать, конечно же, не я придумал практику ротации в свое время. Принцип ротации это был краеугольный камень работы с кадрами и в советские времена. Поэтому главе администрации поставлена задача вносить предложение по ротации кадров, то, что мы делаем в правоохранительных органах. Недавно в МВД в очередной раз произошла ротация. Люди должны как-то двигаться и по вертикали, и по горизонтали. И думаю, что такое время пришло и для губернатора нашей Гомельской области. Вы знаете, мое отношение к гомельчанам и Гомельской области, оно всегда было не просто уважительное. Я с большой любовью отношусь к гомельским людям, потому что в свое время и пострадали они прилично, и выкарабкались мы вместе из этой беды. Гомельская область уже не та, что была, хотя не без проблем, это естественно. Я думаю, что мы найдем достойную замену вместе с вами на должность губернатора Гомельской области. Я вас просил вчера в разговоре по телефону, чтобы вы пригласили к себе своего первого заместителя по работе в Гомеле и помощника президента, и чтобы они вдвоем запрягались и работали в Гомельской области, пока не будет официально решен вопрос по губернатору. Я полагаю, что вы с ними встретились, переговорили. Все равно Гомельщина до конца года за вами остается в кадровом отношении, чтобы вы могли помочь войти в курс дела новому губернатору, новым людям, которые придут вам на смену, чтобы они имели возможность задать вопросы, проконсультироваться у вас по тем или иным вопросам, ну и двигаться вперед. Вот я ничего не скрываю и приглашаю вас в правительство как хорошего специалиста, который разбирается в тех проблемах, которые вам придется решать.